все продолжаем вести карфаген к процветанию здесь у нас надо шпиона выбрать может сначала в губеры посадят есть доступные кандидаты один все ну хоть и крутой плюс 3 счастья нормально так и шпионы давайте наверно все таки вот этого от гербала младшего так цитадель мы тоже построили остался университет но это вот мы достраиваем академию потом университет можно будет устроить а 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 100% быстро выполнял. 100% быстро выполнял. А можно тут как-то ускорять? По-моему, амбиции предлагаются каждые 5 лет. Вот была прошлым ходом. Можно тут как-то ускорять? Племенной налет около собраты. Наместник Помпеев погибла. Египет уничтожен. Да, порадуем. Наймем учителя по верховой езде. Ну, тут надо раскопчик брать. То приличный будет Круднику и Каменоломня. По всей стране. Ну-ка, плюс 20. Было плюс 95, плюс 37. Станет. О, плюс 152. Я практически удвоил. Музыка. 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 Культура развитая требуется. Ну, я считаю, что тут могу строить постоянно. Постоянно. Так, и... Универ. Так, через четыре хода эту амбицию выполняем. По-моему, был какой-то проект, типа, чтобы амбицию получить. Нет? Никак. Опять, блин. Почему вот здесь вот эта херня происходит? Я не могу... Блин, я и так не могу... Да что такое? Просто никогда я могу специалистов именно в столице выбирать. Блин, муштры дофига, приказов дофига. Даже муштру... Не знаю, давайте вот этого. Музыка. Продолжение следует... Ачивку получил за создание слона с башней. Все выздоровели внезапно. Так, ну... Это вот неплохо. Мы их тут долго будем колупать, но... К городу их подпускать тоже неохота. Кстати, мы можем вот этого слона как раз в столицу перевезти и апнуть... В боевого слона с башней. Опять минус по еде пошел. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Не хочу, терпимость мне не нужна, у меня только одна религия, догматизм мне просто не нужен. Тут тоже покупать клетки за деньги мне уже не надо давно, и крепостничество. То есть вот из того, что тут есть, мне реально из этих законов ничего не надо. Вот, кстати, философия, инженерное дело там какой-то был, ладно. Так, хорошо, тогда у нас есть еще... Так, кандидатов нету. Вот у нас было усмирить, город требовало. Вот поехали это делать. Плюс одна мудрость, больная, больная, безжалостная. Вдовствующая царица Опия Скифка испытывает сильную неприязнь к Малитосен, лидеру Кушитов. И требует, чтобы мы помогли ей публично опорочить доброе имя Малитосен. Опия предлагает нам поручить главе шпионов задание оклеветать нацию. Бесплатно. Ну давайте, а чё? Пофигу. Еда уже дороже камня начала стоить. Уже... За счет того, что у нас куча городков, которые-то все потребляют, да и юнитов, я думаю, много. Субтитры сделал Dimaтосен. 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 Некоторые. Субтитры сделал Dimaтосен. 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 Рискован Пошла на поправку Чувствует себя лучше Рим завершает колосс О, уменьшил Так, воплотили амбицию Можно мне теперь последнюю амбицию Вот, давайте архитектуру откроем Царь Кессон просит о помощи Да нет, обойдемся Наместник в утихе Плотничиха, бдительная, умная Умная, давайте На утику не нападает, она там не с краю Нету смысла ее делать Бдительной Ну, предположим Так, универ Ну, в столице, в общем-то, можно уже ничего не строить Вот, все сделали Можно там вот всякие лесопилки, например, фермы Если только Столица просто по максимуму развита Так, советника давайте усмирять город Отправим Следующий Так, верховный синод нам не нужен У нас хорошее отношение Это торговое соглашение с хеттами, предположим Отправлю У нас просто уже соцкапитала как раз дофига Стало Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пару, наверное Спецов вот на еду Типа там фермы Например Блин, можно мне последнюю амбицию уже Получить Так, в хеттах новый царь Мудрость Нравится причинять боль людям Задание по клевете привело к событию Ну-ка, ну-ка Из Кушита приходит страшное послание Похоже, агент от Гербала попал в плен И кушитским военным Кушитским военным подвергся пыткам Он успел раскрыть множество тайных планов нашего двора Ставящим утром Обезглавленное тело агента Нашли на дороге, ведущей в Карфаген Давайте На совести престола Так, бесплатный анагар Так, приверженность к вере О А вот и амбиции Так Контролировать семь чудес света Все семьи Дружелюбные И издать все законы Ну, кстати, выполнимо Давайте вот эту Все семьи дружелюбные И издать все законы Тут Тут главное Открыть эти законы Не то, что их издать А именно открыть Так, философия Создание городских специалистов Быстрее И все города с формом Плюс 9 науки Да, вот эту берем Надо, короче, попринимать Это все Давайте возьмем терпимость Хрен с ним Потому что, видите Семьям нравится А принимаем все эти законы Потому что, ну, во-первых Амбиция Во-вторых За счет свода законов У нас будет Соцкапитал капать больше Ну и здесь колонии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Убираю тех фермеров Которые больше еды дают Субтитры создавал DimaTorzok Дайте, наверное, сюда библиотеку Субтитры создавал DimaTorzok Бродяги в нескольких городах Персии Хотят, чтобы их права признали Возможно, стоит поделиться с Персией Идеей гражданства С чего бы Хотя они мне дадут 1720 монет Ну ладно К вашему правлению Карфагеном Патриарх Рем Суеверный Лидер римского язычества В этих землях Явился к вам Чтобы потребовать преференции Может, ты в жопу пойдешь? Потребовать преференции В одном городе, блин Римскоязычество Никто его не исповедует О, катон можно строить Ну давайте попробуем Надеюсь, не приплывет Никакой флот этот Греческий Может, перемирия К нему послать Попросить, я вот думаю А, культура развитая Музыка 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 Лицо моего правителя не внушает Доверия Ты еще его попку не видел Ты не представляешь, что она внушает Музыка Музыка Так что влияние кидать рано Оливки Наверное, давайте Или драгоценные камни Ну у вас есть какой-то драгоценные камни Но мы их магонитом даем Оливки никто из них Не требует Все, драгоценные камни Появятся на каком-нибудь Где мы уже поставили Давайте драгоценные камни попробуем И Вы видите драгоценные камни? Тут что ли? А, вот Надо будет идти обрабатывать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, значит, можно и от хеттов тоже ждать объявления войны Да, так значит и греки не согласятся на мир ДимаTorzok Так, ну тут надо тогда... Тут на Помпе есть еще хеты сразу попрут, скорее всего Ну там пока еще нормальные отношения, кстати, с хеттами Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Налет около гипоноригия Угу Эти греки отвечают... Вам нечего нам предложить, вы слишком близки к победе О, увеличение счастья Да, давайте возьмем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оглушение, пошитуатов А? Субтитры создавал DimaTorzok Угу Угу просто практически все юниты заход а нет да заход будет даже успеем убить так а мы соборы открыли да развитая культура сколько у нас вообще этих миссия миссионеров 3 в Продолжение следует... 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 Не то смысла, мне кажется, советы проводить... Продолжение следует... 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 Нет, а почему тогда этот очухался? Как будто тут рядом есть какие-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1702... Я могу ускорять просто еще за... СОЦПОЛИТИКИ... Ну, если Ассирия будет вот так приводить свои юниты по одному-две штуки... То это будет, конечно, просто разгром для него... СИЛА СИЛА СИЛЬНЕЕЕ написано... Вровень знаний компетентный, то есть примерно одинаково у нас... Ну, кстати, по науке меня вообще никто не обгоняет... То есть они либо наравне, либо отстающие... Побежал обратно... Сцикло... Сирийское... СТОЛЬКО БЕЖАЛ, СТОЛЬКО БЕЖАЛ, ЧЕРЕЗ ВСЮ КАРТУ... Так, а вот это... Кораблик ассирийский, да? Поделимся древесиной... Рим тогда позже нападет... Так, тут у нас что? Автаркия, все города, рудник, каменоломния, лесопилка, плюс 20% ресурсов... Могут производить юнитов, до которых требуется что-то там... И содержание высокой уверенности науки... А тут? Ну, вообще нам бы наука нужна, скорее... Я бы, наверное, пока не при... Хотя у нас тут соцполитик... Ладно, принимаем торговый союз... Не хочу науку сейчас тратить... Нам нужно вот паломничество, священная война и снижение стоимости чеканки... Открыть... Открыть... Городки, кстати, тоже защиту дают... Плюс 10, правда... Плюс 10, правда... Открыть... 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 так тут ров завершили отлично я просто что-то за караваны такие у нас к сожалению к сожалению во время стрима крашнулся крашнулась программа через которую я стримил соответственно записывал поэтому концовка будет просто записано отдельное там извинился перед теми кто смотрел стрим но просто не получается стрим заново начать ладно продолжаю царица персии мертва наместник показал слабоумная наместница в сулоке остроумная остроумная плюс мудрость и харизма круто так не больная заловку умерла матриарх так вот матриарх становится духовным людям иудаизма дружелюбное отлично так нам до амбиции так наш посол со всем что любит рассказать бахвальские истории которые многие придворные находят утомительными но безобидными во время недавнего официального обеда с представителями персии склонность фераан к россказням переросла в дипломатический инцидент он говорил как ему повезло служить при самом великом дворе самыми лучшими правителями и советниками что персы расценили как завуалированное оскорбление их собственного царского двора да чё то я конечно посол не очень дипломат так отправить щедрый дар в персию снять нет давайте просто отправим щедрый дар глава шпионов мудрость давайте добавим так прибежал очередной юнит ассирийцев генералов по добавляю больше нету так считаем осталось два закона принять опять мило какая-то себя не дружелюбная блин с дедыняной периодически ну ладно важнее законы принять вот налоговая политика открываем и потом надо боевой кодекс отмечу чтобы она еще стремена надо будет открыть вот очередь поставим драгоценности добавить тут я собор хочу и по моих уже открыл до соборы тогда надо вот здесь что-то а деревня возможно так подождите блин ладно поставлю тут деревню ни с кем не соседствует но пускай будет так в карфагене это собор уже да тогда вот собственно сюда отправляемся еще один собор делать а два на семью ясненько где второй в этой семье сделал уже собор не важно где то ясненько где то следует Я думаю, рынок нам не нужен. Так, а что вот этот караван делает? Он как бы проект, что ли, остается или что? Точно. По завершению 300 монет и 80. Слушайте, это какая крутая штука. Он как видите, остается здесь наука вход. Тут можно конечно каких-то спецов сделать, но в этом городе нет. Банония. Так, охотника надо на слонов. Охотник на слонов. Так, еще куча приказов, но тут никого не отправляем. Ладно, заканчиваем ход. Вот. Персия нам войну объявила. Ну, а сейчас все будут по очереди объявить войну. Очевидно. Зато Персия в иудаизм обратилась. Да, в избежание нашей победы. Персия объявляет нам войну в последней отчаянной попытке захватить власть. Да, ну, короче, сейчас будет тяжело. Так, наймем философа. О, наш царь. Лагерь и сети. Плюс 50%. Ну, сети у нас мало, лагерей много. Да. 20% защиты городам. Вот сейчас с войной-то, ну, вот стоимость улучшения уже, я думаю, нафиг надо. А вот вопрос, ловчий или бдительный. Я бы, наверное, все-таки бдительный взял. В связи с тем, что мы сейчас со всеми воевать будем. Ресурсы-то нормальные и так у нас. Давайте бдительный. Плюс 20% всем к защите всех городов. По-моему, очень даже неплохо. Так, тут мы крепость строим, так что сюда укреплюсь, наверное. Ага, еще два генерала есть для баркидов. И так укреплюсь. 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 в помпеях я не хочу делать а где у нас тут был один вот этот блин рядом с храмом надо так ладно здесь собор делаем так этот у нас так тут делается да в собрать и наверное пускай делает собора это одинаково выхлоп будет так все таки караваны подожди этот наверно все таки первый завершён караван честно говоря не очень понятно ладно это помпеи тут чуть на защиту может еще построить вот еще офицера например блин походу к 1 караван нет 2 видите двойка и караван реально блин пойму надо их делать несколько или не надо лучше празднество проведу уменьшим недовольство генерал плюс отвага герцог плюс а уровень счастья поднял да и наместник гандрумета погиб на службе так минус проблема нам не выпало а мне выпало тех которые нужно поэтому драмон открою что один ход всего запретим проповедовать запретим проповедовать 250 дерево надо так новый наместник наместник в помпеях воинственный я думаю или даже дотошный дотошный принимаем очередной закон так денежная реформа все города плюс 2 счастья нет несчастье от ускорений либо купать продавать приказ так мы и так можем вроде продавать и денежную реформу так наш верховный советник усмирил какой-то из городов дальше наверное давайте гадрум не помпей 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 видите нам нам один закон остался до выполнения десятой амбиции ассирия все подводит подводит войска ни хетты не рим мне еще войну не объявили слава богу и куши то кстати еще не объявили но больше меня хетты рим конечно беспокоит вот сюда генерала на всякий случай тут постоим если рим пойдет в лес спрячу чтобы стреляющие большой урон не нанесли так давайте наверное крепость я смогу ставить да могу денежков только немножко надо говорил что у меня дофига ресурсов и как-то вот сейчас мало их стало так 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 ну вот два каравана вот это как роман 2 1 вход я не пойму он дает все-таки науку здесь или нет до плюс 2 от каравана видите так что круто крутая штука но тут хотя можно спецов поделать с другой стороны вот тут поломано надо бы починить так появились драгоценные камни семьи я отправил какой город вы город везде плюс самый маленький плюс в помпеи ну давайте вот в помпеи и отправим так смиряем и больше тут никаких приказов в общем то невозможно сделать так вот видите вот это отмечено что необходим для выбранной технологии так что вот идем туда герцог магарбал судья познакомился с талантливой языческой ученой по имени аж донат сторонники римского язычества не скрывает что нередко прибегают к магии а также за деньги занимаются целительством и пророчествами теперь колдунью преследуют лидеры иудаизма это при том что они сами раньше с радостью пользовались ее услугами аж донат просит защиты и готовы продолжить работу у вас при дворе ну нам нельзя портить отношения с иудаизмом мы поищем в другом месте просто давайте выберем просто поищем в другом месте крепость давайте построим сплошные праздники в городах чисто снизить недовольство а тут уже 300 не думаю что я что мы я уже упадет буквально пару ходов осталось так это у нас драмот поедать этот встанем чтобы никто не помешал если чё так штурм точность боцмана возьмем кушет еще присоединились к войне против нас и два хода до открытия два хода главное два хода продержаться и отношения семьями чтобы не упали мудрость эти тактика сделаем поможем распространить вредные слухи об ассирийцах посол умер что говоря он нам нафиг не нужен уже с нами все плохое отношения не делают а как тут коляска персов оказалась так мы в войне с кушитами греции да как тут коляска персов вообще забежала и откуда главное а по максимуму этот гляз по прокачивать чтобы если кто будет нападать чтобы ничего сделать не могли светилище давайте академию так в двух этих городах сделали в двух городах магонидов сделали а в двух городах баркидов вот в гадрумете еще можем сделать просто праздники уже сплошные провожу война но у нас праздники мы реально два хода осталось все ребята два года получил очи ачивку построить катон так умер царь греции ну ты уже не особо важно все катон достроили это уже не особо уже важно так 120 счастья в кореолисе чудо построили наместница в кореолисе давайте о раскопщица у нас дофига каменоломен кстати да приехали какие-то коляске но честно говоря я бы на них не обращал внимание давайте наверное вот здесь крепость строить ой цитадель цитадель а 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 бессмысленное для меня конечно улучшение отвечает чудо но 2 очка это 2 очка итак 8 очков до победы но я думаю что мы следующим ходом амбицию выполним опять цепь персии мертв ну что тут уже смотреть тут пояснилось я сейчас мы должны закончить знаю всадник будет публично проклянем нового царя так и принимаем арене юнитов за деньги не вот эта фигня вообще ничего не даст священную войну ну хотя корень самыш выполняем а по победить как карфаген тоже победа оказывается мне не было ачивки за то что я победил давайте глянем как это произошло у нас было шесть правителей ганнибал добрый 26 лет три года всего лишь царь регент магон но он регентом был потому как долго 34 года царь гамилькар еще 38 лет магон 2 всего 7 лет царь ютпан и финиш 31 ну тоже нормально 20 24 года получается ганнибал 2 так можно туман войны выключить и посмотрим как развивались ну в принципе вот если тут у рима не было закрыто горами в принципе размещены вы практически сбалансировано вот тут не повезло что у рима горы и он не смог в эту сторону расселяться чисто ему не повезло здесь вот как-то распилили вавилон прям даже интересно будет посмотреть кушет эти как медленно расселяются однако почему-то сири них вынесла вавилоник ну а серия вместе с перцами распилила вавилон вот почему вот рим поставил тут город 1 они здесь прям даже он помнял я ему войну объявил лишь ему не дал здесь поставить и вот хет по моментах лучше хет ты тут выставили они рим вавилон все еще стоит как ты его быстро за вот первый город захвачен ассирии второй город захвачен у вас и как быстро но это перцами явно тут ассирия 2 перцами и 3 ассирия просто распилили персия сирия ну короче понятно а там снизу я рим забрал как история запомнит эти времена это не здоровье нации это богатство 8 всего лишь общее население даже 2 тут перцы меня обогнали спад по специалистам 1 по рабочим 4 по военным юнитам последний между прочим там высох у меня всего 11 юнитов серьезно у меня больше было купил это купил варварских юнитов ну да это карфан способность карфагена все-таки потерял я на первом месте его что у меня больше всех наоборот меньше всех потеряно юнитов египет больше всех потерял 38 зато я убил юнитов чужих больше всего по лагерям тут примерно одинаково все законы но есть есть у меня амбиция ну хотя ассирия грецы не так уж и далеко вот технологик по технологиям да ну ассирия вчера рядышком тоже шла ладно самое долгое правление у грека было 53 года придворных у меня мало всего 9 а там 27 развали ну примерно одинаково со всеми улучшаем доля каша улучшение настроил работу странно у меня рабочих я четвертый зато улучшение именно строил немерено и чудес да тут я первый там я настроил так нормально так что по ресам вот тут вот видно как менялись просто это еда видимо соцкапитал так я беленький впереди муштра ассирия была культура уже ассирия грекки должны быть первыми а тут ассирия счастье тут ассирия вот я догнал в середине игры просто провал минус 60 наука вот здесь я вырвался вперед те ассирия тоже ассирия везде недалеко было если вы жалко что компу не дают тоже по амбициям что-то делать может потому что его типа сложно тогда стопать будет не знаю так статистика военные очки имеющиеся территории на россии как раз должна быть первой до исследованы территории тоже ассирия я немножко догнал потом цены ресурсов вот тут видно как проваливается еда и потом концу игры как она становится дорогой железо практически на одном уровне всю игру постоянно требуется камень концу игры ну и древесина вот вначале еды не нужно не нужна потом очень очков победы и мнение семьи вот тут сначала в минусах в минусах минусах а потом хопа 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 все благодаря кати вот это благодаря религия религию хотя бы одну же вообще желательно одну иначе будет сложно контролировать и все победа ну в общем вот так вот так выглядит сейчас игра с этим дополнением много новых событий по-моему было единственное жалко что всего лишь для начального лидера там заготовленные такие заготовочки дальше как-то это не развивается то есть у вас есть просто начальный лидер какой-то но дальше не идет но вообще интересно было но ваше впечатление как всегда в комментариях на этом все играйте умные игры всем пока любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку